Рыбки сдохли, потому что температура низкая, а вот эти вот неоны, допустим, они рассчитаны на более высокую температуру. От холода умирают даже рыбки, как выживают жители Соломиного в 20-градусные морозы. Очередной митинг отчаяния. Возможности нам позволяют сохранить старую систему, ну, ныне действующую. Монетизация льгот отменяется. В следующем году у карельских льготников сохранится 50-процентная скидка на оплату услуг ЖКХ. Накануне Нового года городские деревья украсили разноцветные светодиодные гирлянды. Удовольствие это не из дешевых. Одна гирлянда может стоить 10 тысяч рублей. Ярко, красочно, но главное безопасно. Петрозавод готовится к Новому году. Самые необычные дизайнерские решения будут отмечены наградами. А теперь подробности. Столбик термометра только опустился ниже минус 20. В столице Карелии, по крайней мере в некоторых ее микрорайонах, можно объявлять режим чрезвычайной ситуации. На Куковке, на улице Балтийской, сегодня утром прорвало водопровод. И к данной минуте холодная вода в квартирах горожан так и не появилась. По сообщению ПКС, из-за аварии без воды осталось 9 домов. Повреждение водопровода произошло во дворе дома номер 59 по улице Балтийской. Точная причина аварии пока не установлена. Но в ПКС не исключают, что произошло все из-за морозов. Изношенные сети не выдержали испытания холодом. Вечером улица Балтийская заледенела. Убытки за перерасходованную воду для заливки этого стихийно появившегося катка полностью берет на себя водоканал, уверили нас ПКС. Правда, житейская логика подсказывает, что подобные издержки уже заложены в нормативы потребления. Сегодня глава Карелии Андрей Нелидов подверг критике информацию, которая прошла в наших выпусках новостей. А именно сообщение о том, что Карелия вошла в число худших регионов по подготовке к зиме. 17 декабря РИА Новости обнародовала рейтинг, составленный Министерством регионального развития, согласно которому Карелия оказалась в числе аутсайдеров по подготовке к зиме. Наряду с Сахалином, Камчаткой, Мурманской и Архангельской областями. Эта информация прошла в нашем эфире. Включаю телевизор, не куплюсь. Правительство Российской Федерации признало таки Карелию худшим регионам по подготовке к зиме и к теплу. Это действительно так. Просто оценка проводилась в августе. Мы еще и не топили, нас тут не было. И вот эти котельные разумранные и так далее в том числе входили в оценку запаса топлива, которых не было. Но я не знаю, мне кажется, вот если ты в процессе, если ты видишь, как меняется и понимаешь, что эта оценка дана августом, а не сегодняшним днем, ну зачем впрасывать такую вкусную идею? Мы хуже смерть, да мы лучше всех. И будем все делать, чтобы стать лучше всех. АПЛОДИСМЕНТЫ Слова повисли в воздухе, непрогретом и очень холодном. Соломенная опять на грани социального взрыва. Люди вышли на улицы, чтобы открыто заявить о недоверии властям и коммунальщикам. Который год здесь повторяется одна и та же ситуация. Сотни людей замерзают в своих квартирах. Вот у меня 13 градусов тепла при условии двух печек электрических. Вы представляете, что это такое? Почему власть не обращает на нас внимания? Люди уже сколько годами мучаются. Ни воды, ни тепла. Мы уже больше не можем терпеть. Сколько можно это терпеть? Годами. С начала осени, с начала отопительного сезона надо было открывать окна и двери. Суп можно было варить на батареях. Почему сейчас, когда начался настоящий отопительный сезон и стало холодно, батареи холодные? Вот кто ответит на мой вопрос? Более-менее нормальную температуру воздуха в квартире удается поддерживать только с помощью сразу нескольких обогревателей. Но пробки уже не выдерживают. Семья Юрия Кузнецова кутается в шубы и теплое одеяло. А на ночь пледом они накрывают аквариум. Специальный водонагреватель не справляется. Ну, две рыбки сдохли, потому что температура низкая. А вот эти вот неоны, допустим, они рассчитаны на более высокую температуру. А гурами вон там забилось. Вообще он под кустом сидит, тоже, наверное, скоро грякнет. Такая же ситуация в Соломином была и прошлой зимой. Во время новогодних каникул горожане так и не смогли дозвониться до экстренных служб. Мёрзли. Потеплело только после очень серьёзного внушения из Москвы. А эти кадры мы снимали минувшей осенью. Представители ПКС тогда гарантировали тепло в квартирах жителей Соломиного и строили планы на открытие новой котельной. Сроки поставки сюда котельной, это ориентировочно середина ноября. Сама котельная будет запускаться в пускомладочные работы, начнутся в декабре месяце. Однако, по словам коммунальщиков, подрядчики опоздали с поставкой оборудования. Поэтому открыть новую котельную удастся только весной будущего года. В данный момент прокуратура города совместно с государственной жилищной инспекцией в Республике Карелии проводится проверка по факту снижения параметров теплоносителей в посёлке Соломиное, по итогам которой виновные должностные лица будут привлечены к административной ответственности. Наказание в виде штрафа на должностных лиц в размере от 500 до 1 тысячи рублей, на юридических лиц от 5 тысяч до 10 тысяч рублей. По словам жителей Соломиного, после сегодняшней шумихи и всевозможных проверок, в квартирах потеплело в среднем на 2 градуса. Все надежды по-прежнему на электрообогреватели. И сегодня специалисты ПКС уже разрабатывают новую систему работы котельной. Она позволит увеличить её мощность. На себе жители микрорайона, скорее всего, ощутят это уже в ближайшие дни. Таким образом, представители ПКС планируют несколько оживить котельную, построенную ещё в 1937 году. Котельную, которой никто не занимался более 70 лет. Её передали на баланс с ПКС в крайне изношенном состоянии в 2008 году. По экспертным оценкам, котельная не подлежит реконструкции. Её можно только снести и построить новую. Трозаводская коммунальная система в сложившейся ситуации делает всё возможное и невозможное. Мы заключили дополнительно около 8 договоров на поставку топлива в виде щепы и в виде леса, который будет переработан в щепу. И на новогодние длинные праздники мы организовали дежурство как персонала, который непосредственно занимается эксплуатацией котельной, так и дополнительно людей, которые в случае необходимости смогут выйти на смену и в случае форс-мажорных обстоятельств, так сказать, помочь в эксплуатации. Ну и кроме того, несомненно, мы о ситуации в котельной докладываем ежедневно как городу, так и правительству Республики Карелия. Только что к нам пришло сообщение. В Карелии назначен новый министр здравоохранения и социального развития. На эту должность Андрей Нелидов сегодня назначил улич Валентину Васильевну. До этого она работала в должности главного врача Детско-Республиканской больницы. А пока к другим темам. Монетизация отменяется. Сегодня утром карельские парламентарии отменили принятые еще в октябре поправки в республиканский закон. Согласно им, вместо 50-процентной скидки на оплату услуг ЖКХ, льготники должны были получить фиксированный размер компенсации, а именно 650 рублей. Тогда это наделало немало шума. Но, по словам парламентариев, принять это решение вынуждало тяжелое финансовое положение. К концу года республике удалось погасить свои долговые обязательства, поэтому в новом году социальные выплаты останутся нетронутыми. Наблюдать такое здесь можно нечасто. Друг другу аплодируют сразу все парламентские фракции. Депутаты единогласно выступили против того, чтобы уравнять всех льготников. Даже несмотря на то, что на это понадобится дополнительно 500 миллионов рублей. Вы знаете, что 21 октября мы принимали закон, и с 1 января 2011 года планировалось перевод на твердую оплату компенсации жилищно-коммунальных услуг. От 650 рублей до 750. Сегодня мы возвращаемся к этому вопросу, оценив экономическую и финансовую ситуацию в республике, приняв уже, знаете, что мы приняли 15 декабря в окончательном чтении бюджетно-новый финансовый год 2011, мы видим, что возможности нам позволяют сохранить старую систему, ныне действующую. А чтобы за бортом не остались сельские жители, которые получали меньше 650 рублей, сразу же подумали и о них. Мы не должны принимать решение в отрыве от сельских жителей, которые в этой ситуации окажутся в той же ситуации, что и были. А в принципе монетизация началась с обсуждения вопроса, как быть сельскому жителю с дровами. Но надо быть последовательным. Я внесу не предложение, а внесу распоряжение еще до Нового года о финансировании оплаты дров, которое оно и было, но увеличу его в два раза. И такого по-новогоднему оптимистичного заседания не видать, если бы не щедрый подарок федерального центра. Карелия получила в виде дотации почти 593 миллиона рублей. Большая часть дополнительной финансовой поддержки, а это 400 миллионов рублей, будет потрачена на сокращение дефицита республиканского бюджета. Остальное пойдет на выплату зарплат бюджетникам и финансовую помощь органам местного самоуправления. Артем Сирока, восьмилетний житель Петрозаводска, общался с Путиным. Он отправил свой вопрос Владимиру Владимировичу во время его ежегодного общения с народом. В этом году премьеру пришло более 2,5 миллионов звонков, писем и сообщений. Ответить на все, понятно, невозможно. К сожалению, вопрос петрозаводчанина Артема остался без ответа. Но зато его упомянули многие СМИ. То, что только Владимир Путин знает, когда мы будем жить хорошо, Артем уверен. Владимир Владимирович его кумир и образец для подражания. Так что его вопрос без внимания премьер не оставит. Возможно, он в следующем году на этот вопрос и ответит. Как и Путин, Артем занимается боевыми искусствами и каждое утро делает зарядку. И поэтому точно знает, что нужно изменить к лучшему. На все залы России надо выделить хотя бы по 100 тысяч рублей. Учить залы, высить тренерам зарплату. Сделать жизнь хорошей Артем планирует и сам. В его ежедневнике на сегодняшний день значится сделать уроки, почитать и помыть посуду. Но планы на жизнь более грандиозные. А кем ты мечтаешь стать, когда вырастешь? Кем же еще? Кем? Кроме президента. Петрозавод готовится к Новому году. Как, расскажем после рекламы. Не переключайтесь. Новогодняя ярмарка в Меге. Весь декабрь. Большой выбор продуктов, напитков, посуды. Новогодние подарки, скидки, праздничные акции, розыгрыш путевки в Прагу. Магазин Арбат. Мебель интересная во всех отношениях. Автоторговый центр «Корел Импекс» напоминает формулу долголетия авторезины. Собираем компоненты. Зимние шины монтируем на диске, готовые колеса балансируем и устанавливаем на автомобиль. А также не забываем проверять развал схождения. И все в одном месте. «Корел Импекс». Продажа, установка и гарантия. Для профессионалов и любителей всех видов спорта. Экипировка, снаряжение, инвентарь. Магазин «Спорт Экстрим» в развлекательном центре Горка. Веселье и бодрости в новом году. Компания «Славма». Свой стиль для каждого. Они такие разные. Но их объединяет одно. Все они одеваются в третьей линии Гоголевского центра и в магазине мужской одежды на Московской 8. Начни укращать природу с бензопилой «Хускварна-236». Подробности на сайте husqvarna.ru Вы смотрите новости и мы продолжаем. Петрозавод готовится к Новому году. Коммерсанты украшают витрины своих магазинов. Среди бизнесменов даже начались соревнования. Самые необычные дизайнерские решения будут отмечены в мэрии. Грамотами и дипломами. Ну а тех, кто собирается украсить небо салютами и фейерверками, сейчас проверяют сотрудники МЧС. С пиротехникой шутки плохи. Одно неосторожное движение и вам что? Покажет и расскажет Ефим Овчинников. Эти кадры сняты во время частной вечеринки. Беды не случилось лишь чудом. Мастер-класс по запуску небольшого салюта дает опытный пиротехник Дмитрий Ганьев. Основное требование – открытая безопасная площадка. Коробку с салютом устанавливаем вертикально. Теперь требуется убедиться в том, что силы и направление ветра не смогут отнести пожароопасные элементы в сторону домов, машин. Не наклоняясь над изделием. Зажечь изделие. И удалясь на безопасное расстояние. Накануне Нового года в магазинах, торгующих пиротехникой, самые частые посетители – сотрудники МЧС. Сроки сертификата до 2011 года. По словам спасателей, по сравнению с прошлым годом, нарушений гораздо меньше. Много шума наделала трагедия в клубе «Хромая лошадь», когда люди погибли из-за неправильного обращения с пиротехникой. С тех пор проверки гораздо жёстче. Спасатели внимательно изучают каждый салют или фейерверк. Инструкции по применению, сроки годности, информацию об изготовителе. Также мы видим на упаковке номер сертификата. Тоже ярко и празднично, но гораздо безопаснее украшать витрины и территории вокруг магазинов. Накануне Нового года городские деревья украсили разноцветные светодиодные гирлянды. Удовольствие это не из дешёвых. Одна гирлянда может стоить 10 тысяч рублей. Зато праздник и ваш магазин или офис, напротив которого стоит дерево, видно издалека. Главный художник города Владимир Лобанов лично обошёл не один десяток магазинов и всевозможных кафе с предложением вместе украсить город. И всем Владимир Петрович посоветовал приобрести светодиодное оборудование. Во-первых, оно очень мало потребляет электронный, во-вторых, оно светит достаточно активно. Даже когда включённый свет в здание и витрины светятся, светодиодные огоньки, они светят ярче и активно отражаются. И во-вторых, они намного долговечнее, чем обычные лампочки. Первым делом украсили вход в саму мэрию. Хороший пример по-хорошему заразителен. Вот таким красочным и немного взрывоопасным мы увидели наш город сегодня. Если у вас есть что рассказать, звоните нам по телефону 533232. Давайте делать новости вместе. До нового года осталось 8 дней. С наступающим жители Петрозаводска поздравляет руководитель регионального следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Пётр Клемишев. Уважаемые жители республики, я поздравляю вас с Новым годом. Работа силовых ведомств Следственного комитета в уходящем году была успешна. Раскрыты все самые тяжкие преступления. Я надеюсь и желаю, чтобы в будущем году права граждан защищались так же успешно, чтобы силовики работали в обнимку с удачей. А вот в обнимку с пилой когда-то на выборы шли Сергей Катанадов и Александр Колесов. Они вместе дрова рубили. Не верите, что такое возможно? Посмотрите очередной выпуск программы «Хроника». Он выйдет сразу после нашего выпуска. А новости к этому часу все. Берегите себя. Читая ваши мысли. Новогодняя распродажа в салоне брендовой обуви «Ральф Рингер» и «Франческа Донни» на Андропова 9. Ярмарка меховых изделий. Город Киров. Большой ассортимент. Высокое качество. Скидки. Рассрочка. Кредит. 26 и 27 декабря. В ДК «Машиностроитель». Коттедж Вилл Сван. Семейный отдых в Винляндии. Легко приехать. Трудно расстаться. Клубный отель «Прионежский». Стильные интерьеры и удобные номера. Отличный отдых. Только для вас. Клубный отель «Прионежский». В сети салонов «Золотой Овен» новогодняя акция. С 1 декабря по 10 января при покупке от 1000 рублей вы получаете купон. Обладатель счастливого номера отправится в Таиланд. «Золотой Овен». Ваш главный новогодний подарок. Новый торговый центр «Гостиный двор». Надзержинского 7. Большой отдел детских товаров. Женская одежда. Нижнее белье. Обувь. Игровые приставки. Отделы «Наша мама» и «Кавалер». Торговый центр «Гостиный двор». Дзержинского 7. Строгий. Выдержанный. Или свободный от стереотипов. Стиль в каждой детали. Секция мужской одежды «Кавалер». Новогодняя кухня в Бавариусе. Фирменный кролик в сливочном соусе с арахисом. Пенную напиток в подарок. Ресторан «Бавариус». Отдаем все. Грандиозная новогодняя распродажа. Только в Калинке. Микроволновая печь всего за 1290. Отель «Карелия». Конференц обслуживания любого уровня под ключ. Бизнес и сервис-центры. Бар и ресторан. Отель «Карелия». Весь комплекс услуг для проведения деловых мероприятий. Клиника Людмилы Власовой. 15 лет на рынке косметологии. Физиотерапевтические методы лечения кожи лица. Патологический кабинет лечения проблем кожи стопы и ногтей. Косметологическая клиника Людмилы Власовой. Огни Карелии. Хорошая компания для вашего праздника.